Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях экс-сотрудник КГБ, экс-разведчик нелегал во Франции, первый выпускник Академии при премьер-министре Франции, российский выпускник Сергей Жирнов. Добрый день, Сереж. Добрый день, Юра. Добрый день всем нашим зрителям. Сереж, тут вот какой вопрос. Дело в том, что 4 ноября текущего года ФСБ выпустило приказ за номером 547. Называется он об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Я не буду полностью зачитывать этот приказ, скажу лишь выжимки. То есть теперь с 1 декабря запрещено в России говорить о войне с иностранными гражданами, родственниками, живущим за границей, размещать в соцсетях любую информацию касающихся военных действий на территории Украины и подготовительных действий России. За это грозит до 4 лет. А что такое иностранные источники? Это иностранные граждане, родственники, живущие за границей, лица безгражданства, иностранные организации, иностранные соцсети, представители иностранных государств, а также запрещено публичное размещение сведений из приказа. Что такое публичное размещение? Это размещение информации в сети интернет, ну, в соцсети, сайты, обсуждение с группой более двух лиц лично или с помощью видео или аудио. То есть, иными словами, можно говорить только один на один, но перед тем, как начать общение, надо проверить, что твой собеседник имеет российское гражданство. Понимаешь, Сережа? С одной стороны, вот ты служил в КГБ. Ты, правда, служил не в контрразведке, а во внешней разведке, но внутреннюю кухню ты их знаешь. С другой стороны, лет 30 назад у меня был начальник, и я его считаю одним из своих самых лучших учителей, и он мне однажды сказал такую вещь. Юра, запомни, любая бумажка должна, во-первых, призывать к действию, а во-вторых, иметь какой-то конечный практический результат. Я в недоумении. Скажи, пожалуйста, Сережа, будет ли это иметь какой-то практический эффект? Вот это бумажка. Ну, давай разбираться потихонечку. Во-первых, по поводу бумажек. Вот 30 лет назад, когда был КГБ, и там тем более 40-50 лет тому назад, была довольно странная ситуация, потому что КГБ были подсудны дела по разглашению военной тайны, государственной тайны и по шпионажу. Но регулировались эти дела внутренними инструкциями, которые являлись секретными. И получалось так, что тебя вызывали в КГБ и тебе говорили, мы вас будем сажать, но вообще-то закон, по которому мы будем сажать инструкции, она вообще секретная, мы не можем вам ее показать. Вот. И была абсурдная ситуация. Эта абсурдная ситуация длилась до конца существования Советского Союза, ну, так сказать, до перестройки Горбачевской. И во время перестройки Горбачевской был принят закон, по которому была принята такая норма, что тебе не могут предъявить никакое судебное обвинение, если закон или документ, на основании которого оно тебе является секретным. То есть, и таким образом эти инструкции КГБ были похерены, потому что они в конце, перед распадом Советского Союза, сообразили, что, в общем, это совершенно абсурдная ситуация, когда людей заставляют исполнять какие-то обязательства, о которых они не подозревают, что они существуют, эти обязательства. Значит, это Советский Союз. Да. Кстати, в этом смысле мы все говорили, что Российская Федерация, которая возникла на костях Советского Союза, она была в этом смысле гораздо более правовое государство, чем Советский Союз, потому что, например, они приняли закон о Федеральной службе безопасности, в котором прописаны были все ее полномочия и так далее. Они приняли закон о внешней разведке, они приняли закон о государственной тайне. То есть, все эти законы стали публичными, стали открытыми, и любой человек, любой гражданин мог с ними ознакомиться. Это правда. Теперь мы возвращаемся в советские времена. А именно, вот эта бумажка, о которой ты ссылаешься, ты сказал, что это приказ ФСБ. То есть, это внутренний документ ФСБ. Или на юридическом языке это называется подзаконный акт. То есть, это ведомственный подзаконный акт. Это, строго говоря, нас вещь не касается. Это вещь, которая касается сотрудников ФСБ, следователей ФСБ и всех работников ФСБ, которые ведут дела, касающиеся государственной тайны и шпионажа. То есть, в принципе, мы вообще не должны рассматривать эту бумажку, потому что она внутренняя, это внутренняя инструкция ФСБ. Но она-то размещена на сайте, на правовом портале. Ссылочка дана в описании, друзья. Вуаля, знаком с ним. Она и у меня в башке моей тупое не укладывается. Объясни ты мне, старому дураку, как это нельзя разглашать сведения из приказа, когда он размещен на портале. Чего ты ржешь? Чего ты ржешь? Ты мне объясни. Я сейчас с ума сойду. Я ржу, потому что ты, во-первых, Россия сосла с ума давным-давно. Россия сосла с ума еще во времена Сутягина, Игоря Сутягина и Григория Пасько, которых российский суд осудил следующим образом. Это люди, у которых не было доступа к документам, содержащим государственную тайну. Они не работали с документами, содержащими государственную тайну. Они работали с открытыми источниками. На основании открытых источников они делали анализ, называется анализ открытых источников, и по контракту передавали его в том числе американцам. Но они работали с документами. То есть они брали газеты, публикации. Там вот Пасько, допустим, брал, есть такая там открытая газета во Владивостоке, которая называется там Вестник Дальневосточного Вестника. Дальневосточный Вестник, там еще какая-то штука Техоокеанского флота и так далее. Но это все открытые источники. Ты их покупаешь в киоске в Владивостоке или там, я не знаю, в близлежащих населенных пунктах. И делал анализы какие-то, и обоих за это посадили. Обоих осудили. Им сказали, что... И тогда суд сказал, что если вы берете газету и делаете анализы из открытых источников, то по совокупности того, что вы там сделали, эти сведения становятся секретом. Понимаешь? Это вот у нас уже суд. Вот, 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 вот. Я умею читать по губам, поэтому я все понял, что ты сказал. Да, вот именно. Вот именно. Я согласен. Вот. По этому поводу, в общем, нового-то ничего нету. Они уже, уже двух человек, Игоря Сутягина и Григория Пачко, осудили за это дело. Они отсидели какое-то время в колонии. И потом их в 2010 году обменяли на вот этих самых обосравшихся шпионов СВР и КГБ, которых там поймали в Америке, которых выдал Потеев. Вот. И, значит, его, кстати, в этой же связке обменяли того же самого Скрипаля. Вот там четыре человека обвиняли. Променяли Карбалана на Луиса... Променяли Хулигана на Луиса Карбалана. Где же найти такую, чтобы на Брежнева сменять? Вот. По этому поводу, Юр, ничего нового, в общем, здесь нету абсолютно. То есть мы живем абсолютно в шизофреническом государстве. Ну, то есть они живут, потому что мы с тобой уже не живем. Мы с тобой уже, слава богу, давно уже поднялись, делали оттуда ноги и сказали им, ребята, вот если вы хотите, вы можете продолжать жить в этом шизофреническом государстве. Мы не хотим больше. Вот. Но система абсолютно такая же. Мне же такую же вещь шили. Мне же такую же вещь шили в 2000 году, в 1999 году, когда я подал на службу внешней разведки иск, чтобы мне отдали диплому, несекретный диплом Краснознаменного института. Об этом напечатали статью в газете «Сегодня». Там были показаны несколько репортажей. И СВР обратился к ФСБ, возбудено было дело по факту или по подозрению о разглашении государственной тайны. Три дела. Три дела у меня было таких. Но все они были закрыты, потому что тогда еще было какое-то, ну, остатки какие-то правового государства. Тогда понятно было, что я человек, знакомый с законом, и по этому поводу меня просто так не посадишь. Вот. И когда они увидели, что это не получается, тогда они питались меня травить в январе месяце 2001 года, а потом я понял, что меня посадят так же, как Три Пашкина, подбросят патрон и посадят за то, что ты якобы хранил там огнестрельное оружие у себя дома, или подбросят тебе пакетик героина, и ты сядешь как наркоман, или подбросят тебе какой-нибудь там, я не знаю, там фотографии какие-нибудь, и сядешь как раскрытель малолетних, или, я не знаю, там порнографию распространитель, и так далее. Я сделал многие в 2001 году. Удалось мне уехать. Вот. А тем, кто не удалось, и так далее. Вот. Дальше, в последнее время, еще до этого приказа, они, значит, приняли кучу всяких других законов, в том числе, кстати, не подзаконных авторах, а настоящих законов, которые запретили употреблять слово «война», запретили употреблять там еще какие-то... Кстати, запрещено законодательно сравнивать нацистский рейх и сталинскую диктатуру. При этом не запрещено сравнивать Путина с Гитлером. Еще, не дошли, не дошли. Да, вот правильно, правильно, все ты говоришь. Вот. И, значит, еще что было. А было, помнишь, когда они вышли из Херсона? Ну, вот опять же, Херсон, слово-то какое, да? И вышли из Херсона. Вот, когда там сказали, вместо Херсон, он переименовал теперь Херсним. Вот. И, значит, Норкина спросили, как вы к этому относитесь? И товарищ Норкин на НТВ сказал, я не могу вам ничего сказать, как к этому отношусь. Потому что если я скажу, что я это поддерживаю, тогда меня можно будет посадить за то, что я ставлю под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, потому что Херсон является аннексированным городом и составляет теперь формально-юридически в Российской Федерации ее территорию. А если я скажу, что против, тогда меня можно посадить до 8 лет за то, что я дискредитирую российскую армию. Поэтому я не смогу сказать ни одного, ни другого. И это заявление Норкина было абсолютно гениальным, потому что этот человек с экрана российского телевидения, подконтрольного, подцензурного и так далее, сказал, что мы живем в стране, в которой вообще ничего нельзя сказать. Что бы ты ни сказал, ты попадешь под какой-нибудь закон. Что бы мы ни сказали. Хочешь, если ты поддерживаешь их, ты подпадешь под закон. И если ты критикуешь их, ты подпадешь под закон. Вот эта бумажка, ну это вот лишний последний кирпичик, вот как это там, соломинка, которая переломила спину верблюду. Или последняя капля, которая, значит, так сказать, заставила вазу, переполненную водой, значит, излиться вовне. Вот, ну и все. И дальше, ну конечно, это интересный документ, потому что если его прочитать, то вообще ничего нельзя говорить. То есть в следующем я тебе смогу сказать, что будет в следующем. В следующем будет Орвел. В следующем будет мысли преступления. То есть сейчас, пока еще по этому указу, ты все это можешь один на один с собой говорить, с собой говорить, или один на один с собой думать. Но дальше будет следующее, что ты даже сам себе не можешь это сказать. Ты даже подумать об этом не можешь, потому что это вот роман 1984 год, написанный великим английским писателем Оруэллом, который все это описал. Мысли преступления это называется. Мысли преступления. Отсюда следует вывод, что самый главный нехороший человек во всей этой истории тот, кто подсунул Путина эту книгу. Но у меня вопрос тогда вот какой. А не кажется ли тебе, что Путин здесь заложил мину под самого себя? Вот я сейчас изложу мою логику, Сереж, пожалуйста, ее опровергнись, ты с ней не согласен. Те, кто против войны, они уже давно все поняли и молчат в тряпочку. А те, кто за войну, они в пабликах высказываются так, что мама не горюй. Следовательно, они первыми попадут под раздачу, потому что исполнителям им нужны звезды на погоны, им нужны цавки на грудь, им нужны премии. Следовательно, Путин отдает на заклание свою же, свой же собственный электорат. Хотя слова электорат тут неуместно, выборов в России нет. Но не кажется ли тебе, что это он мину под себя заложил? Ну, я вообще не понимаю, как после появления этой бумаги теперь может, например, существовать генерал-лейтенант Клоношенков. Потому что генерал-лейтенант Клоношенков выходит на экран и рассказывает нам детали, как проходит спецоперация. Все, значит, он подпадает под эту бумажку. Я не понимаю, как может существовать теперь программа Соловьева на Первом канале или Скобеевой. Потому что они все попадают под эту бумажку. Я не могу теперь, не понимаю, как может существовать какая-нибудь там Симоньян. Потому что она тоже нам рассказывает, что там происходит. То есть вообще, строго говоря, вот судя по этой бумажке, в информационном пространстве Российской Федерации, в каком это ни было, в частном или в государственном, вообще не может существовать теперь даже сюжета, который называется спецоперация, специальная войсковая операция Российской Федерации в Украине. Не может. Потому что, что бы ты ни взял в этом сюжете, оно все попадает под этот указ, под этот приказ внутренней ФСБ. То есть все. И таким образом мы дошли до ситуации, когда они же, все свои пропагандисты, все они должны сесть. Все военные корреспонденты должны сесть. Потому что любой военный корреспондент, что бы он ни рассказывал с передовой, что бы он ни рассказывал из тыла, что бы он ни рассказывал из госпиталя, что бы он ни рассказывал из общения с этими самыми семьями военнослужащих, это все подпадает под этот приказ. Таким образом, все запрещено. Теперь вообще, если посмотреть эту бумажку, ни одного слова вообще про войну, про армию, про специальные службы, про все, что связано с людьми в погонах, не может появиться в медийном пространстве Российской Федерации. Все. А я тебе больше скажу. Этот закон имеет обратную силу, потому что все, что было размещено в интернете за минувшие 9 месяцев, его надо тогда или удалять, или садиться. И в итоге, в заключении, вот мы и подошли к главному вопросу. А это будет работать? Какой практический эффект? Путину-то что это даст? У меня создают впечатление, что это какая-то паника уже вверху, что они вообще уже непонятно, что делают, и выпускают законы по принципу. Я ведь не случайно начал с того, что сказал слова, привел цитату одного из моих начальников. Умнейшего человека, Георгий Васильевич Катуш был земляем и пухом, умнейший был человек. Так ты понимаешь, это все получается, как в той песне 90-х годов, которую пел Алексей Лебединский. И песня была «Зачем Герасим утопил свою муму», там были замечательные строки. «Давай покрасим холодильник в черный цвет». А для чего? А просто так. Зачем это нужно было делать? «Давай покрасим холодильник в черный цвет». Это вот оно что. Я не прав? Ну, ты знаешь, в этом смысле, да и нет, но вот вся наша проблема заключается в том, что нам с тобой поспорить не о чем, потому что ты всегда прав, и я не могу ничего опровергнуть, я только занимаюсь соглашательством с тобой. И нас за это критикуют, говорят, ну поругайтесь вы хоть, так же, как мне вот говорили там с Гарри Табахом, да, ну вы все, ребят, ну хоть поругайтесь, ну ладно, с ним хоть еще есть тема Трампа, мы можем там не согласиться, да, с тобой вообще не о чем ругаться. Нет, я ругаюсь, но я это про себя ругаюсь, я это на губах пою. Нет, я говорю не про ругательство, а про несогласие, мы с тобой не согласны. Вот, единственное объяснение, какое еще я могу добавить. Понимаешь, ведь каждая вся эта система, административно-командная система, она устроена так, что она вся работает в своей логике. И вот если взять систему госбезопасности, и если дать ей волю, то она закроет вообще страну, потому что у нее логика такая. Она, это репрессивные органы, это органы контролирующие органы, репрессивные органы, запретительные и так далее. То есть если ей дать волю, мы получим 37-й год, мы получим 39-й год, мы получим расстрелы всех и вся, мы получим сфабрикованные дела, потому что это их логика. И тогда даже в Советском Союзе они закончили тем, что они сами поняли, что эту логику нельзя пускать вот так на самотек. И поэтому они придумали контроль партии за органами госбезопасности. И поэтому они придумали, вот Андропов, когда его посадили, его же посадили из кресла секретаря ЦК КПСС в кресло председателя. И он когда пришел, он сказал, я не военный человек, у меня нет погон. Я пришел сюда как контролер партии. Я сюда назначен партией, чтобы контролировать ваши органы. Вот в чем было. И, кстати, он в этом смысле был очень большим законником. Он очень многие вещи, которые были до этого, я не знаю, на уровне каких-то инструкций, на уровне каких-то нарушений, он их попытался исправить. И в этом смысле люди, можно его не любить очень сильно, можно не разделять все эти советские игрушки тех времен, но по сравнению со всеми своими предшественниками, Андропов был самым законопослушным человеком внутри советской системы. А говорю с правдой, что он соблюдал социалистическую законность. То есть его все эти КГБшные инструкции, они должны были соответствовать социалистическому праву. То есть, а право в Советском Союзе было социалистическое. Оно было не просто право. Там не было абстрактных прав человека. Там были социалистические нормы законности. И по этому поводу, конечно, это было убого, это было неправильно, потому что это было идеологически направлено и так далее. Но Андропов даже вот в то время... Хрущев, кстати, это тоже понял. Хрущев, когда пришел на смену Сталина, ведь он чем занимался 10 лет? Он разваливал систему Комитета госбезопасности. Он поставил Шелепина. Зачем? Чтобы Шелепин, молодой, 35-летний, первый секретарь ЦК Комсомола, развалил систему КГБ. И когда Шелепина, которому это удалось сделать в большой степени, то есть они, допустим, сократили в половину численность КГБ, они убрали... Раньше были при Сталине аппараты КГБ в каждом районе, а районов СССР было 3300 районов. Они убрали эти районные подразделения КГБ и оставили их только в 900 районах. И потом Шелепин, когда это все дело сделал, и ушел на повышение ЦК партии, на свое место он поставил семичастного, такого же комсомольца, такого же первого секретаря, который его также сменил, комсомола. И они вместе в связке удушали этот КГБ и ликвидировали его как только можно. А вот как только вернулся Андропов, он стал восстанавливать, но восстанавливать с точки зрения социалистической законности. И тогда мы приходим к главному вопросу. Тогда вот из твоих слов, Сережа, я делаю вывод, что нынешняя ФСБ — это раковая опухоль, которая, как любая онкология, как любая такая вот злокачественная опухоль, она уничтожит страну. Любая спецслужба — это раковая опухоль. Любая спецслужба, которая работает в секрете, она может уничтожить любую страну. Кстати, на Западе то же самое. ЦРУ, какой-нибудь АНБ, все то же самое. Но у них есть, на Западе, у них тоже есть механизмы. Вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки, которые все ретикуют, они же не понимают, что в Соединенных Штатах Америки надзирательным органом является Конгресс Соединенных Штатов. В Конгресс, когда вызывают директора ЦРУ, директор ЦРУ не имеет права туда не явиться, иначе он сядет в тюрьму. Он сядет в тюрьму за отказ, свидетельствует перед Конгрессом. Причем в Соединенных Штатах Америки он должен говорить правду, и если его поймают на том, что он соврал, он опять же сядет в тюрьму. И в этом смысле вот это существует в Конгрессе Соединенных Штатов, этого не существует у нас в Государственной Думе. У нас тоже существует комитет по обороне и госбезопасности в Государственной Думе, но у него нет полномочий. У него нет полномочий вести расследования парламентские. Эти парламентские расследования в Российской Федерации это фикция, это профанация, это в лучшем случае рекомендации, в соединенных формах выше закона. Это обязанность любого чиновника государственного. И они поняли, потому что они поняли, что если какая-то секретная служба ей дать волю, то она ее тоже разнесет. У них тоже были скандалы. Иран-Контрас, Иран-Никарадуа, обмена там, кокаин какой-то. У них была куча, куча всяких. У них были Никсон, который использовал ФБР для того, чтобы... И этот самый, как его, отель, в котором он... Ватергей. Ватергейский скандал, который чуть не... который, в принципе, чуть не стоил ему импичмента. И чтобы избежать импичмента, Никсон ушел в отставку. Понимаешь? То есть вот у них все это работает. А у нас почему-то не работает. Это да. Я могу еще добавить такого персонажа, как Джон Адгар Гувер, который при шести президентах руководил ФБР. Но и это тоже прикрыли. А в России КГБшник сел в кресло президента. И в результате вот это то, друзья, о чем мы с Сергеем говорим постоянно. Россия обречена на распад. И уничтожает ее именно ФСБ. Мне не доставляет удовольствия это констатировать. Но это факт. Вот сейчас Сергей разжевал вам это до консистенции манной каши. Вот вам это показали. Сереж, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения экс-сотрудника КГБ, экс-разведчика-нелегала Сергея Жирнова. Но я напоминаю другую выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Сергея Жирнова. Ссылка дана в заголовке. Обязательно переходите и подпишитесь. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok